Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 17 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе подсолнечное масло подорожало после того, как Минсельхоз США выпустил свой отчет. Госдума признала провал в попытках сдержать цены на минеральные удобрения, а Кубань собрала рекордный урожай азимового ячменя. Эти и другие новости далее в выпуске. Комитет Госдумы по аграрной политике заявил, что правительство не способно сдержать цены на минеральные удобрения, несмотря на неоднократные обращения депутатов. На совещании в Минсельхозе глава комитета Владимир Кашин обратил внимание, что с начала года удобрения постоянно дорожали, а вот цена на пшеницу на внутреннем рынке, напротив, снижалась. Сегодня прошло достаточно большое время. Как проешались эти вопросы? Прошу показать динамику цен. Обращаю внимание, это в феврале. Вот посмотрите за полгода динамику цен. Что из декабря стало с ценами? Это что, ответ на это обращение комитета? Или как это понимать? Это все увеличилось. Вот смотрите, в какой пропорции. Каждый месяц по разным видам. Вот апрель, май, июнь, июль. Аммиачная селитра, карбамид, аммофос. Прошу внимания всех. Уважаемые товарищи. Вы посмотрите, 43% аммофос. Карбамид 39%. Нас упрекают и придумывают некоторые у нас деятели, уважаемые причем деятели, с погонами одуренными. А вот пшеница у вас. Обращаю внимание, с апреля пшеница, посмотрите, вот третьего класса. Минус 5, минус 7, к декабрю. Минус, минус, минус. Тут минус, минус, а там плюс, плюс до 43%. Кашин отметил, что раньше, чтобы сдержать цены на минералку, депутатам и министрам было достаточно провести совещание с производителями. Сейчас же никакие меры убеждения на них не действуют. Кашин призвал чиновников принять закон, который запретит повышать цены на удобрения более чем на уровень инфляции. В противном случае аграрии просто перестанут вносить фосфор, азот и калий. Кстати, в Ростовской области есть пример хозяйства, которое выращивает зерно вообще без минеральных удобрений. Это биохутор Петровский, на базе которого мы недавно провели День биологического земледелия. Генеральным партнером мероприятия выступила компания BioAgroService. Видео, где глава хозяйства Алексей Щепетев рассказывает, какие культуры подходят под органическое земледелие и как их не потерять, уже опубликовано на нашем канале. Так что можете его посмотреть. Плохая новость для тех, кто пользуется льготными инвестиционными кредитами. Минсельхоз России заявил, что большой объем обязательств вынуждает его ужесточить правила субсидирования этих длинных займов. Если раньше процентная ставка субсидировалась на 90-100% от ключевой ставки или ставки Центробанка, то сейчас Минсельхоз хочет уменьшить уровень софинансирования до 80%. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ведомство объяснило, что большое количество инвест-кредитов было пролонгировано, но вот денег на это не предусмотрено. Бюджетные сигнования уменьшились с 91 до 80 млрд. рублей. Пока идея уменьшиться финансирования длинных кредитов существует только в виде законопроекта, и его обсуждение продлится до 27 июля. На юге России полным ходом развернулась уборка ранних зерновых. Краснодарский край по площадям уже перешел экватор. Собрано свыше 5,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность – 59,8 центнера с гектара. Вице-губернатор края Андрей Коробко отметил, что аграрии практически завершили уборку азимого ячменя. В этом году валовый сбор культуры достиг рекордного за последние 10 лет показателя – 1,1 млн тонн. Уборка зерна на Кубани должна закончиться 22 июля. По предварительным прогнозам, урожай без учета кукурузы составит около 11 млн тонн. Аграрии Ставрополья тоже близкие к середине уборки. Намолочено свыше 3 млн тонн зерна. Средняя урожайность ниже – 34 центнера с гектара. Максимум по колоссовым получили в Кочубеевском округе. Там собирали 61,9 центнера с гектара. В Ростовской области обмолочено только 20% уборочной площади. Пока в Закрома отправилось чуть больше 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность – 36,6 центнера с гектара. Наибольшую урожайность получили в Мясниковском районе – 51,8 центнера с гектара. Одновременно с продвижением уборки на север российские эксперты начали снижать свои прогнозы по сбору пшеницы. Икар, предполагавший, что Россия соберет 83,5 млн тонн пшеницы, снизил прогноз на 2 млн. Савыкон урезал свою прежнюю оценку на 2,3 млн тонн. Глава Савыкон Андрей Сизов объяснил, что озимая пшеница оказалась не так хороша, как все думали. А Яровая на европейской части страны попала в засуху и жару. Именно этим и объясняется снижение прогнозов. «Если до недавнего времени казалось, что у нас есть приличный запас по влаге, то сейчас он быстро сокращается, что начинает угрожать и кукурузе с подсолнечником», – добавил Андрей Сизов. На фоне высоких температур аналитики снижают прогноз и по урожаю подсолнечника. Так, агентство АПК «Информ» предположило, что средняя урожайность культуры в этом году понизится с 17,7 до 17,5 центнера с гектара. Тем не менее, подсолнечником была засеяна рекордная площадь – 9,2 млн гектаров, что где-то на 8% выше, чем в прошлом году. Аналитики ожидают, что урожай маслосемян составит 15,8 млн тонн. Если ожидания экспертов будут оправданы, то итоговые показатели в этом году на 17% превысят урожай подсолнечника в прошлом году. Андрей Сизов уверен, что хороший урожай подсолнечника, на Украине он тоже будет высоким, российским фермерам не обещают ничего хорошего. Потому что сложились вместе три фактора – рекордный урожай, запрет на экспорт через пошлины и, кроме того, пошлины на подсолнечное масло, которые будут переложены на плечи фермеров. А вот с рапсом и соей совсем другая история. Не продешевите, советуют Сизов. Цена на подсолнечник в новом сезоне будет во многом зависеть от мировых котировок на масло. С весны они, к сожалению, опускались, но на этой неделе Минсельхоз США выпустил свой очередной отчет, подтолкнувший цены вверх. Минсельхоз США снизил прогноз по производству пальмового масла и в результате оно подорожало на 3%, до 949 долларов за тонну на условиях ФОП на бирже в Малайзии. Кроме того, Минсельхоз США изменил свои оценки по запасам других масличных культур. И вот результат. Соевое масло на бирже в Чикаго прибавило 2,2%, августовский фьючерс составляет 1440 долларов за тонну. Подсолнечное масло на Украине подорожало на 20-30 долларов и сейчас оно стоит порядка 1150-1200 долларов за тонну ФОП Черное море. Зато в этом году может быть очень неплох урожай сахарной свеклы. Несмотря на то, что во многих регионах СЕВ задерживался из-за проливных дождей. Объединение Союз Россахар отметило, что темпы развития сахарной свеклы не отстают от прошлогодних. В Южном федеральном округе масса и ботвы, и корня превышает прошлогодние значения. Союз Россахар ожидает, что переработка свеклы в Краснодарском крае начнется вовремя, в первой половине августа. Опасения вызывают только посевы свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах. Там слишком жарко и сухо. Тем не менее, Минсельхоз России считает, что аграрии соберут 40 миллионов тонн свеклы, из которой произведут 6 миллионов тонн сахара. Объемы сахара будут достаточными, но вопрос, будет ли достаточная цена на сахарную свеклу. В этом году правительство сначала фиксировало цены на сахар на уровне 36 рублей за килограмм, потом определяло за эту фиксацию субсидию производителям сахара. Но, как выясняется, получить деньги удалось не всем. В Татарстане, Пензенской, Курской и Орловской областях региональные власти приняли такие нормативные акты, что получить по ним субсидии ряд предприятий не смог. В дело вмешалась ФАС России. Сейчас субъекты экстренно устраняют недостатки. По традиции, закончим обзор хорошей новостью. Росстат сообщил, что цены на бананы обновили пятилетний рекорд. В апреле килограмм этого фрукта дорожал до 89 рублей. Потом цена немного опустилась, но все равно остается высокой. В июне 84 рубля за килограмм. В среднем в этом году бананы стоят на 10% дороже, чем в прошлом. С чем это связано? Около 96% бананов Россия импортирует из Эквадора. А в этой стране в прошлом году урожай был очень плох, он сократился чуть ли не вдвое, по сравнению с обычными значениями. В результате выросли оптовые цены, а тут еще рубль ослабился. И все это привело к тому, что бананы стоят дорого. Что же хорошего в этой новости? Да то, что среднестатистический россиянин, глядя на стоимость отечественных яблок, обычно возмущается, что даже заокеанские бананы стоят дешевле. Теперь, когда главный конкурент российских садоводов вырос в цене, есть шанс, что и спрос на яблоки увеличится и окупит вложения российских хозяйств. Кстати, красивый спецпроект по садоводству смотрите на нашем канале на следующей неделе. На этом наш выпуск завершен. Спасибо вам! Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!